Мия, Оливия, Аполлинария – самые необычные имена девочек, рожденных в этом августе в Красногорске. Об этом и не только. В женской консультации состоялась встреча будущих мам с руководством КГБ номер один и муниципального ЗАГС, посвященная вопросам регистрации новорожденных. С закрытием местного роддома и отделения ЗАГС в нем вопрос особенно актуален. Условия для регистрации рождения существуют во всех родильных домах, во всех перинатальных центрах. Обязательно есть представители ЗАГС, которые этим занимаются. Но также, если ребенок родился, например, в другом регионе, не в Московской области, в Москве или в какой-то другой области, в другом субъекте Российской Федерации, мама может зарегистрировать его по месту своего жительства, а именно в Красногорске. В нашем ЗАГСе созданы сейчас все условия для регистрации таких рождений. Регистрация новорожденного – это не только свидетельство о рождении и прописка, разъясняет представитель ЗАГС. Мамочкам доступна комплексная услуга о рождении ребенка. Это полный пакет документов, включая полис УМС и заявление на денежную выплату от губернатора. После регистрации ребенка, ИНН, СНИЛС, а также сертификат на маткапитал формируются и присваиваются автоматически на портале госуслуг. Прикрепиться к поликлинике, встать на очередь в детский сад и установить отцовство – эти услуги тоже доступны в Красногорском ЗАГС. ЗАГС наш находится в достаточно удобном месте. Это улица Железнодорожная, дом 38А, около платформы Красногорская, буквально в трех минутах ходьбы. Оформляем мы рождение без всякой очереди. Конечно, у нас есть такое, что родители могут записаться через портал госуслуг на оформление рождения. Но если они позвонят по телефону или если им необходимо, а вот они просто пришли, то мы, соответственно, сразу берем и оформляем ребеночка. Такую же комплексную услугу красногорские роженицы смогут вновь получать в Акушерском отделении КГБ номер один, когда она откроется после ремонта.